Человек-паук Питер Паркер, супергерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко. Впервые Человек-паук появился в комиксе «Удивительная фантазия» 1962 года и сразу же стал одним из самых популярных супергероев. Такой феномен, как Человек-паук, не мог долго обходить стороной телевидения. Первым его появлением стал мультсериал «Человек-паук», выходящий с 1967 по 1970 год. Именно в этом сериале появилась самая известная песня о Человеке-пауке. За основу сюжета была взята серия комиксов «Удивительный Человек-паук». В эфир вышло 52 эпизода, поделенных на три сезона. В 1978 году выходит первый телесериал с живыми актерами «Удивительный Человек-паук». В роли Питера Паркера был Николас Хаммонд. Несмотря на хорошие рейтинги, фанаты жаловались на низкий бюджет сериала и сценарий, который не соответствовал духу комикса. В этом же году появляется японская версия телесериала «Человек-паука». В 1981 году выходит второй мультсериал про Человека-паука после первоначального 1967 года, в котором рассказывается о приключениях Питера Паркера в роли Человека-паука в студенческие годы. Впоследствии дизайн персонажей и голоса были использованы в более знаменитом мультсериале «Человек-паук и его удивительные друзья». В 1994 году выходит обновленный мультсериал о Человеке-пауке, который имел больший бюджет и использовал повествовательную систему. Каждая серия была лишь одной главой большой истории. Мультсериал повествует о супергерое Человеке-пауке, под маской которого скрывается Питер Паркер, студент университета Empire State. Питер Паркер уже работает фотографом и обладает паучьими способностями. В сюжете участвует большинство классических злодеев Человека-паука, включая Амбала, Зелёного Гоблина, Ящера, Скорпиона и многих других. В 1999 году появился мультсериал «Непобедимый Человек-паук», разработанный Фокс, в котором Человек-паук попадает на планету Анти-Земля, созданную в ранних комиксах 70-х годов. Герой получает нано-костюм, снабжённый ультрасовременными техническими приспособлениями. Сериал был отменён после первого сезона из-за плохих рейтингов, на которые повлияли набиравшие тогда популярность Покемоны и Дегимоны. Всего вышло 13 эпизодов. Они мне победимой силой! Благодарю! Но нет! Первый фильм «Человек-паук» был выпущен в 2002 году. Фильм повествует о жизни Питера Паркера в исполнении Тоби Магуайра, студенте старшей школы, проживающем в Нью-Йорке, который становится борцом с преступностью после получения суперспособности. Фильм получил признание критиков и имел кассовый успех. «Человек-паук» стал первым фильмом, который преодолел отметку в 100 миллионов за первую неделю и имел наибольшие сборы за дебютные выходные, из-за чего был признан самым успешным фильмом по комиксам своего времени. Собрав 821 миллион 700 тысяч долларов в мировом прокате, фильм занял 71 место в списке самых кассовых фильмов всех времён. «Человек-паук» Норман Осборн мёртв, Питер Паркер, Мэри Джейн Уотсон и Гарри Осборн посещают университет и Пайнерстед. У Питера никак не получается наладить отношения с Мэри Джейн. Гарри жаждет отомстить «Человеку-пауку», который виноват в смерти его отца. Питер сталкивается с множеством других злодеев, в том числе и ящером, крэвиным-охотником и электром, пытаясь сохранить работу и учёбу. Питер Паркер Питер Паркер, Мэри Джейн Уотсон Фильм был достаточно хорош воспринят кинокритиками, а также получил премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Третий и заключительный супергеройский фильм в трилогии Сэма Рэйми выходит в 2007 году под названием «Человек-паук 3. Враг в отражении». Вышедший на экраны 3 мая 2007 года «Человек-паук 3» стал кассовым фильмом, собрав 375 миллионов долларов за первый уикенд. Первоначально основным злодеем должен был быть «Песочный человек», но Сони и продюсер Ави Арат настаивали добавить «Венома», видя в нём прекрасные возможности для маркетинговых фишек. В 2008 году выходит американский анимационный сериал «Новые приключения Человека-паука» или «Грандиозный Человек-паук». Этот сериал – абсолютно новый взгляд на вселенную Человека-паука. Сценаристы поместили сериал хронологически в самое начало жизненного пути Питера Паркера. Наш герой – только обычный подросток 16 лет, для которого начался очередной учебный год в старшей школе. Он уже стал Человеком-пауком, с чем ещё не научился жить. В 2012 году выходит супергеройский боевик «Новый Человек-паук». Фильм является перезапуском серии фильмов об этом персонаже, а также первой частью «Новой идеологии». Роль Человека-паука исполнил британский актёр Эндрю Гарфилд. Фильм получил в целом положительные отзывы от критиков. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 73%, со средней оценкой 6,7 баллов из 10. Многие критики отметили реалистичность действий при наличии некоторых сходств с первым фильмом Рэйми. В этом же году выходит мультсериал «Совершенный Человек-паук», который полностью посвящён обучению Человека-паука боевым тренировкам в щите. Питер Паркер является Человеком-пауком уже более года. Он спасал жизни и боролся с суперзлодеями, но всё ещё находится в процессе обучения, как быть супергероем. Ник Фьюри из Щита предлагает Питеру возможность тренироваться у него, чтобы стать «Совершенным Человеком-пауком». В 2013 году Человек-паук появляется в мультсериале «Халк и агенты удар». Также в 2014 году Человек-паук появляется в мультсериале «Мстители. Общий сбор». В 2014 году выходит второй фильм Марка Уэбба «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». Роль Человека-паука, как и в предыдущем фильме, исполняет британский актёр Эндрю Гарфилд. Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На «Роттон Томатос» у фильма 53% положительных рецензий. Средний рейтинг составил 5,9 балла из 10. В 2016 году Человек-паук появляется в супергеройском боевике производства Marvel «Первый мститель. Противостояние». По сюжету картины Капитан Америка и его мстители продолжают защищать мир. Однако после того, как правительство настояло на законе о регулировании деятельности сверхлюдей, команда разделилась на два отряда. Одним из которых командует Капитан Америка, а другим, в числе которых Человек-паук, командует Железный Человек. Роль Человека-паука исполнил тогда ещё 19-летний британский актёр Том Холланд. В 2017 году выходит фильм «Человек-паук. Возвращение домой» режиссёра Джона Уотса с Томом Холландом в главной роли. Лента собрала 880 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 175 и заслужила признание критиков, которые высоко оценили актёрскую игру Холланда, музыкальную партитуру, лёгкий тон и последовательность действий. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг свежести фильма составляет 92%, со средним рейтингом 7,6 балла из 10. В этом же году выходит мультсериал «Марвел. Человек-паук», который является заменой «Совершенного Человека-паука», предыдущего мультсериала о Питере Паркере. Глазам всё плывёт! Вы у меня троитесь! В 2018 году Человек-паук появляется в фильме «Мстители. Война бесконечности», в котором спустя два года после распада «Мстителей» во время событий фильма «Первый мститель. Противостояние» Танос прибывает на Землю с целью собрать все камни бесконечности для перчатки, с помощью которой он может менять реальность по своему желанию. «Мстители» и «Стражи Галактики» проигрывают это сражение, в конце которого Человек-паук умирает на руках у Тони Старка. В этом же году выходит мультфильм «Человек-паук. Через вселенные». Фильм рассказывает о темнокожем подростке по имени Майос Моралес. Став Человеком-пауком, он пытается совмещать жизнь простого школьника и работу супергероя. Майос думал, что он единственный в своём роде, но однажды в результате работы Супер-коллайдера открываются проходы в другие измерения, и герой узнаёт о существовании множества разных людей-пауков. Всем им предстоит объединиться для борьбы с невероятно сильным врагом. В 2019 году все ожидают нового фильма о Человеке-пауке «Вдали от дома» с Томом Холландом в главной роли. Питер Паркер и его друзья отправляются на летние каникулы в Европу. Оказавшись за рубежом, Питер встречает Ника Фьюри и соглашается ему помочь. Он объединяется с Мистерио, чтобы сразиться с элементалями, существами, вызывающими стихийные бедствия и разрушения по всей Европе. Субтитры создавал DimaTorzok